В формате телеконференции. Такой прием провели для жителей Самары, уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова и прокурор города Артем Ярыгин. Горожане обратились за помощью с вопросом о предоставлении жилья. 23 года назад дом Нины Винокуровой, в котором она прописана с двумя несовершеннолетними детьми, сгорел. Людей переселили в коммунальную квартиру в маневренном фонде по адресу Фрунза 56. Но с течением времени дом признали аварийным. Тогда семье предложили жилье в поселке Озерный, но заявительница от переезда отказывается. От поселка Озерного до Самарского района ровно 15 минут езды. Ровно. Там ходят автобусы, которые возят детей в школу, в детский сад возят. И там живут люди в благоустроенных квартирах. С поиском работы семье пообещали помочь. Нина Константиновна, давайте так сделаем. Если я ваше заявление принял к рассмотрению, мы обязательно выйдем на ваш адрес совместно с представителем департамента управления имуществом. Осмотрим еще раз ваше влие. Нас интересуют ваши дети. Они у вас несовершеннолетние. И мы, вроде, подвергать их не можем. Устроит вас, Нина Константиновна? Да, конечно. Тогда до связи. В доме на Фрунза 56 вместе с семьей проживает и Ольга Шалева. Сюда самарцы переехали после пожара, который в 2014 году оставил их без крыши над головой. Я вот хотела бы уточнить. Может, есть какая-то возможность переселить. Вот я знаю то, что вот эта квартира в Озерном. Вот в Озерном мы бы согласились. Как бы на автобусе тут ровно 20 минут до школы он бы смог добираться. По вашему адресу мы выйдем комиссионно. Проведем, скажем так, его осмотр. Осмотр условий проживания вас и ваших детей. Я думаю, вопрос вашего переселения, маневренный фонд, по крайней мере, будет решен положительно. За прошлый год к уполномоченному по правам человека в Самарской области поступило почти 5000 обращений. Более 4500 человек смогли получить правовую консультацию по своим вопросам. Мы уже получили ответ по многим заявителям, что в самое ближайшее время люди будут обеспечены или жильем на условиях договора социального найма, или будут предоставлен им переселенческий фонд по их требованиям. Прокурор города заявил, что каждое обращение будет взято на личный контроль, и по каждому нарушению закона будут приняты необходимые меры. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.